Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я хочу показать вам красивейшую партию, сыгранную в финальном турне Тура Чемпионов между гроссмейстерами Яном Кшиштовым Дудой и Анишем Гири. Итак, Дуда играет белыми, начинает ходом d2, d4 и на коне в 6, c4. У нас классический дебют, ферзевый гамбит, который переходит у нас в защиту Рогозина. Белые размениваются на d5, выводят слона на поле g5 и эта позиция хорошо известна в дебютном теоре. Здесь я сделаю небольшое отступление от нашей текущей партии и покажу предыдущую партию между теми же соперниками, которые были сыграны буквально несколько минут ранее. Там Аниш Гири сделал ход h7, h6, прогнал слона, потом короткую рокировку, вывел слона на поле f5 и потом коня на поле d7. Кажется, что черные абсолютно логично завершили развитие, все их фигуры активны. Белые вывели ферзя на b3, черные защитили слона ферзем, последовала короткая рокировка, ход c6, a3, размена слона на коня и b7, b5. Вот здесь черные не испытывают серьезных проблем, однако Дуда показал очень интересный план. Он подорвал пешку ходом a4 и на ход a6 применил новую идею ладья a3. Согласитесь, не каждый сделает такой ход ладьей, идея в том, что потом ладьи сдваиваются по линии a, вот таким способом, и после размены на a3 белые перехватывают владение крайне вертикалью, но правда это после ладья c8 не дает большого перевеса, все-таки у черных довольно крепкая позиция, но в практической партии Аниш Гири не смог это доказать и партия закончилась победой Дуды. И вот теперь новая партия, новая встреча, напомню, что в предыдущей партии Дуда пробовал ход a6, но теперь он применяет другой ход, конь выходит на поле d7, защищает своего коллегу, белые продолжают развитие и только сейчас Гири отгоняет слона, потом играет g5, слон отступает на g3 и конь e4. Очень агрессивно черные трактуют дебют, белые выскакивают ферзем на поле b3, размен слона на коня, взятие пешкой и интересно то, что в предыдущих партиях, которые встречались на эту позицию, черные как правило играли c7, c6. Этот ход всем хорош, защищает пешку, гибкая пешечная структура и черные даже могут получить перевес, если белые не исполнят один единственный ход в позиции, а это ход конь d2. Только ход конь d2 позволяет белым бороться за дебютную инициативу и после размен на поле d2 возникает нестандартная позиция с белым королем в центре доски, но тем не менее у белых есть преимущество двух слонов в этой позиции. И кроме того пешка g5 может стать объектом до атаки, например в какой-то момент h2, h4 последует, кроме того есть план с подвижением f3 и e4, в общем позиция белых перспективнее и они владеют небольшим перевесом, несмотря на то, что король остался без рокировки. Видимо они же гии знали эту тонкость, поэтому вместо того, чтобы делать ход c6, он выводит коня на поле b6, это новинка в данной позиции, но теперь ясно его смысл. После хода конь d2 черный конь готов устремиться на c4, что кажется очень неприятным, поэтому белые продолжают развитие ходом e3 и гии нажимают на королевском фланге, он играет h5. Конечно, теперь черные хотят сыграть h4 и попросту поймать белого слона. Воспрепятствовать этому можно сыграв h2, h4 самостоятельно, но тогда черные разменивают коня на слона, портят белым структуру, после чего нападают на пешку g3, заставляя сделать ход королем. Ну и здесь точнее всего даже не задвигать пешку вперед, а просто разменяться на h4, после чего вывести на g4 слона и получается следующая позиция, где черные готовы сделать длинную рокировку и в принципе не испытывают никаких проблем. Но дудо идет на обострение позиции, вместо того, чтобы спасать собственного слона, он делает ход c3, c4, подрывая черный центр. Гирий идет на принципиальный вариант, он нападает на слона и после хода слон e5 следует f6. Внимание, белому слону некуда бежать, черные пешки поймали, загнали слона в загон, однако следует взятие центральной пешки d5, просто жертва фигуры. Ответное взятие пешкой и слон b5 шах. Интересно то, что эта позиция уже встречалась у дуды и почему-то никто до сих пор не догадался просто защититься от шаха слоном, что является сильнейшим продолжением. Теперь после взятия пешки e5, черные могут отступить кольем на d6 и после разменов на d7 и короткой рокировки у белых, конечно, есть компенсация за пожертвованную фигуру, но тем не менее, черные еще могут держать оборону и позиции у них более-менее обороноспособные. А вот после хода к королю f8, который был сделан в партии, у белых серьезный перевес и достигается он отступлением слона на поле d3, что не было сыграно в партии. Слон d3, нападая на коня и главная идея, что если защищать этого коня слоном, то следует взятие пешки на e5 и теперь у белых есть идея сыграть f3 и e4, отправляя лавину своих белых пешек в атаку. Например, на взятие центральной пешки размениваемся, потом играем f3 и e4, отыгрывая фигуру. Тут, в принципе, можно было бы завершить вариант, но на самом деле не так просто. Черные еще продолжают сопротивлением, забирают слона, забирают пешку на f5, объявляют шах, забирают пешку d4, вторгаются ладьей на второй ряд и вот в этой позиции еще держат оборону, но буквально на последнем миллиметре держится оборона черных. Все-таки у белых сохраняется лишняя пешка, очень активные ладьи, ну и всю эту цепочку ходов, которую я продемонстрировал, на практике очень непросто найти. Тем не менее, ход слона d3 не был сыгран в партии, вместо этого белые забирают центральную пешку конем, в принципе, логичный ход, создавая угрозу двойного удара на поле g6. Но этот ход, как ни странно, выпускает перевес и, собственно, самое интересное то, что это уже встречалось в практике. Яна Кшиштова-Дуды, так он играл против гроссмейстера Ю Янги, и там черные нашли правильный ход, они побили центральную пешку, последовал шаг на g6, король отступил, взятие ладьи, размен ферзей, взятие... Ну и белые все-таки получили перевес в окончании, у них ладья и две пешки против двух коней, но кони не имеют пока опорных пунктов в центре, белые могут постепенно оттеснять этих коней пешками и, в принципе, имеют прекрасные шансы на победу. Но в практике в той самой партии Дуде не удалось доказать преимущество белых, и партия завершилась в ничью. Тем не менее, взятие ферзиом на поле d5 было бы сильнейшим продолжением, вместо этого гиря делает ход в король g7, пытаясь увести короля в безопасную зону, но это оказывается решающим промедлением. Теперь уже следует ход слон d3, конь вынужден отступить на d6, и получается, что белые сохранили важнейшую пешку на d5, и после короткой рокировки готовы обрушить свою пешечную лавину на позицию черных. Здесь, конечно, можно по-разному пытаться защищаться, например, ход слона f5 можно рассмотреть, но после слона f5 следует размен, и белые пешки приходят в движение. Дело в том, что нельзя бить пешку d4 из-за хода сверх d3, и коню просто некуда отступать из-под боя, белые выигрывают. А если вместо взятия пешки отступить конем на поле d6, то белые начинают прямую атаку ходом f2, f4, даже не пытаются они защитить свои пешки. Отдают пешку d4, потом нападают на коня, отдают еще и пешку d5, шаг ладьей, король отступает на g8, ну и здесь выигрывает красивый ход ладья c5, подставляя ладью под бой. Теперь, если ферзь отступает, то просто теряется лошадь на e4, а после взятия ладьи следует красивый мат в несколько ходов, короля выгоняют чисто поле, забираем ладью и просто ставим мат. Так что развивать слона на поле f5 не очень хорошо, в движке рекомендуют ход слон d7, хоть как-то продолжая развитие, но согласитесь, ход такой не смотрится. Кроме того, после хода f4 надо найти еще кучу точных ходов за черных, чтобы не получить матовую атаку, то есть после взятия белые забирают ладьей, в каких-то вариантах грозит подключение второй ладьи, поэтому черные должны размениваться по линии f, взятия. Здесь необходимо бить королем, чтобы сохранять защиту пешки на c7, шаг, король отступает на g7 и очень хитрый ход со стороны белых, это ход ферзь c2. На первый взгляд кажется, что ход не создает каких-то прямых угроз, но на самом деле это не так, если неаккуратно побить центральную пешку конем, то последует слон c4, нападая на коня и грозя вторжением ферзем на поле g6, и белые немедленно выигрывают после этого. Ну а если, например, сыграть ладья c8, продолжая хоть как-то развитие, защищая пешку c7, то следует еще более фантастический слон b5 под два боя, но с той же идеей перебросить ферзя на поле g6, и там этот ферзь создает матовые угрозы черному королю. Так что ферзь c2 действительно очень коварный ход, и черный здесь держится только выбрасывая своего ферзя на поле g5, отдает они пешку c7, потом забирают на e3 с шахом, и после отхода короля возвращают ферзя на поле h6, защищая таким способом коня. И вот как ни странно, в этой позиции казалось бы, что здесь и слон висит, но тем не менее, на взятии там, видимо, заготовленный ход ладья c8, и неожиданно выигрывают черные, потому что у ферзя нету полей для отступления. В общем, в этой позиции черные держатся, и пробить их оборону не получается. Но тем не менее, не было сыгранных ход с лондой 7, все-таки партия игралась в быстрые шахматы, и они же гири не нашел ничего лучшего, чем сыграть g4, попытаться организовать контратаку на позицию белого короля, но, к сожалению, ход g4 никак не помогает защите. Белые играют f2, f4, и начинают движение своих пешек. Гири пока подтягивают ладью, пешки белых пришли в движение, черные играют g3, пытаясь хоть какую-то концу игру создать, но Дуда просто не обращает на это никакого внимания. Он, дгна себе, тащит свои пешки вперед, черные выбрасывают ферзя в атаку, взять nc7 шахом, король отступает на g8, и просто слон b1, уводя слона подальше и открывает для ферзя простор под третьей вертикали. Ну что ж, последовал ход fd2, опасный ход, нападает на пешку d4, однако оказывается, что белые могут просто проигнорировать эту угрозу и сыграть ферзь f3, грозя подключением ферзя к атаке через поле g4, и черные просто не могут позволить себе съесть коня, потому что ферзь g4 шах, бьет h4 и мат на поле h7, поэтому последовал слон bf5, но это уже паника, это уже предсмертные конвульсии со стороны анишин, взятие слоном, потом взятие на d4, король отступает, опять нельзя бить коня из-за мата в пару ходов, последовал ход ладья c8, черные пытаются хоть как-то разменять активную фигуру белых, но именно в этой позиции янг шиштов дуда напрягся и нашел форсированный выигрыш, предлагаю вам всем попробовать найти это решение, по сути очень красивая матовая комбинация, ладья g7 шах, белый жертвует свою сильнейшую фигуру, завлекая черного короля под шах пешкой, теперь король должен отступать вперед, иначе белый ферзь выйдет на поле h5, допустить этого никак нельзя, поэтому король отступает на поле h6, препятствуя активизации белого ферзя, но следует конь g4 шах, король идет на g5, и следует красивейший финал, ферзь f5 шах, прямо под бой черного коня, взятие ферзя, взятие ладьей, теперь если король забирает коня на g4, то съездит очень курьезный мат пешкой, h2, h3, и королю некуда деваться, слон с поля b1 защищает ладью, и это мат, поэтому король отступает на поле g6, но теперь ладья e5, шах от слона, король должен отступать на поле f7, шах ладьей, король отступает на g8, шах конем, король идет в угол, и ладья h7 венчает эту партию, красивейшая атака, жертва ладьи и ферзя, и потом мат тремя оставшимися фигурами на доске, буквально заход за мата белому королю, такая вот очень красивая атака, и невероятно красивая партия в стиле Михаила Таля, жертва фигуры, жертва кучи фигур, ферзя, ладьи, яншиштов дуда выигрывает эту партию, и выигрывает матч у Аниши Гири. На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо за внимание, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, с вами был Евгений Шувалов.